Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения новости в студии Натальи Григорьева. На календаре 2 марта, именно в этот день, 105 лет назад, в Москве состоялось первое выступление русского народного хора имени Пятницкого. Теперь о том, что происходит в городе и районе. Вначале коротко о главном. Социальную карту жителей Московской области теперь можно получить в МФЦ. Единый день диспансеризации населения пройдет в Люберецком районе. Состоялся открытый фестиваль-конкурс танца «Ах ты, удаль, Люберецкая!». В администрации состоялось первое заседание межведомственной комиссии по вопросам размещения рекламных конструкций. Она была создана в январе этого года. В ходе встречи рассмотрели схемы и проекты размещения рекламы, а главное – соответствие ее визуальному облику района и города Люберца. Реклама – двигатель торговли. Предприниматели, которым нужна уличная реклама или наружка, по-разному решают извечный вопрос, как и свой бизнес продвинуть и облику города не навредить. Новая комиссия районной администрации создана с целью оценки соответствия рекламной конструкции визуальному, архитектурному и даже ландшафтному облику территории Люберецкого района. На первом заседании на суд комиссии были представлены дизайн проекта рекламной конструкции, который предполагается разместить на фасадах зданий нескольких торговых центров. По словам предпринимателей, диалог получился конструктивным. Я послушала других тоже, кто выступал, кто представлял свои проекты. Комментарии были, были ли они ценные, были ли они по делу. Все заявлены очень хорошо, не просто прокомментированы, но прокомментированы. Четко, полезной информацией прозвучало, что самое главное. Поэтому в целом у меня очень хорошее впечатление. По словам Сергея Таневского, заместителя и руководителя администрации Люберецкого района и председателя комиссии по рекламным конструкциям, все они рано или поздно должны прийти к единому стандарту оформления. Причем этот стандарт должен учитывать, кроме всего прочего, и разновесовую категорию предприятий. Мелкий бизнес может рассчитывать на недорогие рекламные конструкции, которые, тем не менее, тоже призваны быть эстетичными и не раздражать прохожих. Что думают либерчане о наружной рекламе? Не очень мне нравится то, что не то, что рекламы много, а ее, наоборот, я бы сказал, не хватает. Особенно нет разделения между информацией и рекламой. Реклама, которая должна заниматься, реклама торговли, это то, что направлено на продажу чего-то. А информация это то, что, например, у нас происходит в городе. Вот за этим этого разделения нет и за этим никто не следит. Мое отношение к рекламным конструкциям на улице, я отношусь очень отрицательно, потому что это отвлекает водителей от езды. Плюс ко всему, вид не особо такой, как сказать, подобающий. Они грязные и так далее. Какие решения вынесла комиссия по наведению порядка в размещении рекламной конструкции на своем первом заседании? Большинство дизайн-проектов признаны соответствующими архитектурно-художественному облику территорий с условием устранения замечаний. Среди последних – исключение из проекта рекламной конструкции бегущей строки, уменьшение размеров декоративных элементов, изменение шрифта, вывески наедины для всего фасада и другие. Первое заседание комиссии по размещению рекламных конструкций показало, что власти района теперь обращают самое пристальное внимание на наружную рекламу. Представители комиссии дали понять предпринимателям, красивый облик города – это главный приоритет. Вадим Акентьев, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Более 15 тысяч обращений от жителей поступило за последние две недели в службу 112 Люберецкого района. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы Люберецкого района и города Люберцы. Директор службы 112 Виталий Богданов сообщил, что 5 тысяч поступивших звонков – это вызовы скорой помощи. Более 4 тысяч звонков относятся к компетенции полиции и ГИБДД. 96 раз жители Люберецкого района вызывали пожарных и спасателей, 43 раза работников аварийно-газовой службы. В службу 112 звонили также и по вопросам ЖКХ. Жители жаловались на содержание придомовых территорий, нарушение работы водоснабжения и электроснабжения, задавали вопросы по деятельности управляющих компаний. Экстренные звонки в службу 112 принимают более 20 диспетчеров, которые работают в круглосуточном режиме. Среди них есть психологи, медики, педагоги и спасатели. В среднем на обработку одного звонка уходит не более полутора минут. Социальная карта жителей Московской области оформляется и выдается теперь по-новому через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом с начальником Люберецкого управления социальной защиты населения Ириной Мартыновой пообщался наш корреспондент. Новый порядок работы социальными картами вводится с марта этого года. Он стал возможным благодаря соглашению о взаимодействии между Министерством социального развития Московской области и областным многофункциональным центром, филиала которого работает под названием «Мои документы». Так как все социальные карты будут переданы в МФЦ, у нас их в наличии в управлении не будет, поэтому сюда приезжать в управление не нужно, а обращаться нужно будет в многофункциональный центр Люберецкого района. Сделано это для того, чтобы было удобно людям, потому что мы выдаем только в одном месте, здесь у нас в управлении соцзащиты, а в многофункциональном центре 7 пунктов по выдаче будет социальных карт. Документы на оформление социальной карты жителей Московской области можно сдать в любой из этих филиалов. Три из них действуют в Люберцах, остальные в Малаховке, Краскове, Тамилине и Октябрьском. В день обращения заявителя в центр ему выдается единый социальный билет, который дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте, пока изготавливается социальная карта. По услуге эмиссии, выпуске социальной карты, которая уже подходит в срок, здесь, конечно, мы будем обзванивать заявителей, социальная защита передала нам эти карты. Мы будем обзванивать заявителей, будем с ними договариваться, чтобы они пришли и уже получили имеющиеся карты у нас на руках. Сегодня через центр «Мои документы» можно оформить 48 услуг Министерства социального развития Московской области. Перечень документов, которые необходимы для оформления социальной карты, размещен на сайте центра. График работы его филиалов продуман так, что человек даже с самым напряженным деловым ритмом найдет время для их посещения. С 8 утра до 8 вечера ежедневно с понедельника по субботу. Вадим Акентьев, Данил Свидерский, Люберецкое районное телевидение. Единый день диспансеризации населения пройдет в Люберецком районе. Акцию поддержали все местные поликлиники. Проверить состояние своего здоровья можно будет 12 марта с 9 до 15 часов дня. Единый день всеобщей диспансеризации в Московской области ввели по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Главная цель – обратить внимание жителей Подмосковья на их состояние здоровья. Для того, чтобы снизить смертность от таких значимых заболеваний, как инфаркт, инсульт и их осложнение. 12 марта выбраны не случайно. Это выходной день. Поэтому возможность прийти в поликлинику появится у многих. С 9 утра до 15 часов дня в семи Люберецких поликлинических отделениях планируют осмотреть 23% населения. Все обследование пациент пройдет за полтора часа. Это анкетирование, измерение роста веса, измерение давления, анализы крови общеклинические, биохимические, ЭКГ, флюорография, женщин после 40 лет, маммография, измерение головного давления тоже после 40 лет, проведение цитологического исследования и как заключительная это консультация терапевта. Если есть необходимость по итогам обследования, врач ставит диагноз и определяет группу риска. Получить результаты можно будет по электронной почте, телефону или лично на консультации у терапевта. Во избежание очередей в поликлиниках планируется проводить диспансеризацию раз в квартал. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. По традиции весну в нашем городе встретились с танцами. Ах ты, Удаль, Люберецкое. Под таким названием во Дворце культуры прошел открытый фестиваль-конкурс. В нем за звание лучших поборолись около тысячи участников. Из городских поселений Люберецкого района, а также из Дзержинского, Латкарина, Котельников и Москвы. Ах ты, Удаль, Люберецкое. Ежегодно проходит в Люберцах масштабно, красочно и эмоционально. За 19 лет конкурс давно вышел за рамки района и стал принимать участников из близлежащих городских округов. Учредители фестиваля – комитет по культуре Люберецкого района, а также городская и районная администрация. Участников мероприятия они зарядили на победу и пожелали профессионального роста. Я всем вам желаю не только успехов на этой сцене, на этих подмостках, но и пусть эта сцена будет той небольшой ступенькой для подъема творческого в том числе. Я в основном творческого, наверное, на более высокие подмостки. Ну а там не за горами уже мировые турне по основным площадкам. На этот раз фестиваль посвящен Году российского кино. И уже с открытия стало очевидно – подготовка у ребят серьезная. Красивейшие костюмы, оригинальные номера, артистизм и прекрасная хореография. Пять возрастных категорий и несколько номинаций. Классический танец, бальный, историко-бытовой, народный и эстрадный. Последний вид сейчас в фаворитах у молодежи. О популярности конкурса можно судить уже по количеству конкурсантов. В этом году это 56 различных коллективов, а это, между прочим, тысяча участников. Переполненный зал и не менее многолюдный холл Дворца культуры. Здесь ребята оттачивали мастерство перед выступлением, а все ради того, чтобы покорить членов жюри. Они, кстати, профессионалы своего дела, которые пристально наблюдали за мастерством юных талантов. Хочу всем пожелать крепкого здоровья и крепких, сильных ног. Не бояться, строго судить не будем. И больше улыбайтесь, получайте удовольствие от танца. Ах ты, удаль, Люберецкая – это настоящий праздник жизни и возможность проявить себя, раскрыть свои таланты, а также найти соратников. Важно и то, что участие в фестивале бесплатное. Это прежде всего воспитание детей на примере лучших образцов культуры и искусства. Это прекрасная традиционная и нетрадиционная музыка. Поэтому он и проводится с этой целью. И потом просить отрыв детей от улицы – это же великое дело. Открытый районный фестиваль продлился почти 12 часов. Все призеры получили подарки, памятные дипломы и грамоты. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. На этом наш информационный выпуск завершен. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин